Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я засчитаю, потом дадите ваши комментарии, отметки, в общем, дадите советы так же, как и я. Если вы считаете, что такие видео полезны на моем канале, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и распространяйте эти видео, делитесь ими в соцсетях. Давайте приступим. Галина, здравствуйте! Хотелось бы вашего профессионального совета, как психолога, можно на разборе видео на вашем канале. Может, это видео также откроет глазам многим девушкам о том, что какими могут быть турки лавеласами под прикрытием. Мне 38, разведена есть дочь. Гражданский муж иностранец, отношения серьезные, длятся они уже 4 года, пару раз пытались пожениться, готовили документы, но из-за бюрократических проволочек не получилось. Он живет за границей, и мы снова пытаемся пожениться через некоторое время. С этим гражданским мужем мы не видимся по много месяцев, а в последнее время они виделись более полутора лет из-за пандемии и других проблем. Впоследствии время я даже начала сомневаться, люблю ли я его, поэтому не осуждайте меня, пожалуйста, о том, что произошло далее. Здесь я остановлюсь и скажу, что у вас у обоих страх серьезных отношений брака, поэтому вы живете на расстоянии. Гражданский муж из другой страны, это максимум далеко, как только может быть, правильно? Когда люди хотят быть вместе, ничего им преградой не является, это вам на заметочку. Это определенные страхи. Теперь к самой истории. Мы поехали в Турцию, в туристический город на год, чтобы насладиться хорошим климатом. Я из Сибири. Мне было очень одиноко, плюс очень долго никого не было, я нашла на сайте знакомств турка. Точнее, было несколько свиданий, несколькими турками, но больше всего понравился мне именно этот. Я не хотела ничего серьезного, ничего серьезного, как и брак, помните? А он говорил на первом свидании, что я свободная женщина, могу встречаться с кем хочу. Я спросила, есть ли у него кто-то, он сказал, что да, живет девушка из Украины. Потом были яркие свидания, он делал для меня праздники из наших встреч. Нам очень хорошо вместе, у него очень хорошее чувство юмора, мы постоянно смеемся. Но что еще больше мне в нем нравится, он очень хороший друг, постоянно меня поддерживает, когда это нужно. Я его тоже поддерживаю, так как он мне стал как близкий человек. Друг и любовник в одном лице. Впоследствии выяснилось, что у него много финансовых проблем. Я проанализировала и поняла, что это то, что он всегда хочет произвести впечатление, живет непосредством. Также однажды я задала ему прямой вопрос, женат ли он на этой украинской девушке, а он ответил да. Я вспомнила это как обман и поняла, хотела с ним расстаться. Но он клялся дать ему еще один шанс, что я больше никогда не найду в нем ни капельки лыжи. Здесь останавливаюсь и говорю, вы ничего серьезного не хотели. Ну какой обман, вы же ничего серьезного не хотели, тогда вы нормально относитесь к тому, что он женат. Вы узнали, что он женат, люди не невротики, спокойно они отказываются и говорят, разведешься, тогда ко мне приходи, мы построим нормальные отношения. Вы соглашаетесь на роль второго плана. На самом деле это вам еще дает повод чувствовать, что он так далеко, у нас с ним точно ничего серьезного не будет, это так безопасно. И это же еще один рычаг управления. Если мне что-то не понравится, я всегда могу угрожать тем, что я могу настучать и рассказать правду его жене. Ну что самое интересное, с самого начала он мне рассказывает о своих отношениях с женой, с другими пассиями. А вы еще и выслушиваете, молодец. Вы конкретный капитальный невротик, которому приятно слушать, как мужчина, с которым и типа друг и любовник у вас, приятно проводит время с другими женщинами. Такой мазохизм легкий. Неподробно, но факты. Говорит, что хочет, чтобы я знала правду и не привязывалась к нему, так как у него мягкое сердце. И он бы не хотел, чтобы я страдала и плакала. Вы именно для этого и с ним, чтобы страдать, плакать, все это выслушать, вы занимаетесь, простите, своим изнасилованием. В общем, у него целая Санта-Барбара. Говорит, что жену не любит уже, что она его не поддерживала в трудные моменты. И он понял, что она им пользовалась несколько лет, пока он был богат. Но сейчас развестись он с ней не может, так как она потребует круглую сумму при разводе, как потребовала его первая турецкая жена. Также он не может с ней развестись, так как почти 10 лет брак, они друг к другу привыкли. Какой бред. Типичное по ушам то, что ездят женатые мужики. Я поняла еще, что он человек достаточно зависимый, плюс я вижу, что он очень часто употребляет алкоголь. Но так как после этого он становится добрым, еще более веселым, то для меня это не проблема. Он говорит, что так он убегает от своих финансовых проблем, которые действительно огромные. Он показал мне свои банковские приложения. Еще у него была русская жена 3 года, отпускной вариант. Она знала, что он женат, она была вся такая независимая. Она говорила ему, что он не только с ним, а не только с ним друзья. Но эти друзья вдруг решили завести ребенка. Эта женщина уехала в Россию после очередного отпуска с ним. И они, как обычно, общались каждый день. Она славила ему свои беременные фотографии. Но не так уж тепло она с ним и общалась. А неделю назад вообще написала, что у них разные дороги. Он просил ее хотя бы приехать и показать ему ребенка. Она на это говорила, что если приедет, то только через 2-3 года. Что звать его ребенок будет дядей, так как она не расскажет ему, кто его папа. Возможно, она надеялась, что в случае беременности он разведется. Почему она завела от него ребенка? Объясняла, что ты такой красивый, прекрасный человек, такой умный. Он занимает высокое положение и действительно далеко не дурак. Такой оптимистичный. В России я такого не найду. Это называется в психологии ребенок на память. Браво, женщина. Ну, мы же это не оцениваем, но ребенок на память это потом ненужный ребенок. Потому что любовь проходит, а негатив, подавленные эмоции и так далее, раздраженность на мужчину, который тебя отверг, в любом случае не принял, остаются. И очень часто женщины это переносят на своих детей, когда у них уже новый брак, новые отношения. А тут под ногами бегает, мешает ребеночек напоминание от предыдущего экс, который уже экс. Уже к нему не такие хорошие любовные чувства. Это называется в психологии термин ребенок на память. Это базовая нелюбовь к ребенку. Почему я знаю, что это все в подробностях? Он сам давал мне читать некоторые фрагменты их переписок. Я его об этом на самом деле не просила. Ну и не отказались. Вообще у него действительно странное поведение именно со мной. Почему он эксгибиционирует все эти моменты мне? Я не очень понимаю, что это за психологическое отклонение. Он рассказал обо мне многим своим друзьями и даже показывал по скайпу. Даже дал контакт одного своего друга на случай, если у меня возникнут проблемы или будут нужны деньги, а его телефон будет недоступен. Деньги я у него никогда не беру, так как знаю, что о его финансовых проблемах. Кстати, телефона у него два. Один офисный, а второй телефон для любовниц. Телефон для любовниц он прячет в машине, где лежат запасные колеса. Это так, для женщин, которые что-то подозревают, но в телефоне не могут ничего у своего мужа найти. Девочки, на заметку спасибо за информацию. Его жена по его поведению что-то подозревает. Даже говорила, у тебя скорее всего какая-то другая женщина, но доказательств нет. И он, конечно же, все отрицает. Русская женщина, которая забеременела от него по своей инициативе, тоже про меня не знает. Он мне так говорил, ответил. Также есть пару девушек русских, которые приезжают периодически в отпуск в Турцию, проводят время с ним уже несколько лет. Те действительно с ним просто отдыхают без обязательств, так как у него целый гарем. И последнее звено там я, которая знает про всех, так как он типа со мной «правдив» в кавычках. Но на самом деле я понимаю, что быть правдивым со мной для него безопасно, так как он знает, что у меня есть другой мужчина. Не стало бы зацикливаться на нем и на его гареме, в котором сам черт ногу слопит. Но он действительно очень харизматичный, эмпатичный. И сто раз, что мы встречались, мы только три раза были в отеле. Все остальные разы мы разговаривали, чаще в его машине. Он даже готов ехать ко мне 40 минут после работы, чтобы поговорить хотя бы 30 минут. У него нет проблем с потенцией. В этом плане все было просто шикарно и замечательно. Просто я его не вожу к себе домой, чтобы не было сплетен. И он никогда не предлагал. Кстати, он пару раз возил у нас с дочерью в кафе посмотреть на лошадей, так как они нравятся моей дочери. Он очаровал и мою дочь тоже. И несколько раз показал мне готовность помочь. А недавно так вообще был цирк. У меня обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого я долгие годы не могу забеременеть. И стал вопрос о диагностическом выскабливании. Он вместо того, чтобы ждать меня около больницы, как мы договорились, пришел и начал вести беседу с врачами. Как будто он мой муж. И выбил скидку на операцию. Опять всех очаровал. Он медсестер, врачей. Его несколько человек. Там видели знакомых. И даже охранник с его работы. То есть он вас очень льстит. То, что он за вас что-то делает. То, что он уже, обычный мужик должен делать в отношениях, в нормальных отношениях. И он не побоялся. Вас очень вы отчленяете себя другого его гаремом. Тем, что я все знаю. Я более близка. Я доверительно ближе даже, чем жена его. И второе. То, что он не постеснялся. Полез вот в этот огонь. В больнице. Даже с его работы охранник его там видел. То, что он вообще не постеснялся, что нас запалят. Обо мне узнают. И вам это льстит. Вот что вас с ним держит. И плюс его спасение. Он отметил этот факт, но сильно не переживал. Такое ощущение, что он боится скандала своей жены. В случае, если она узнает про меня. Но сам подставляет все так. Рано или поздно это произойдет. Да, вполне. Многие женщины изменны для него. Это слабый мужик. Который боится брать ответственность. И он так подставляет ситуацию. Бессознательно. Чтобы его спалили. Есть такая история у некоторых мужчин. И да, он боится развода. Жену свою любит. Он же с ней 10 лет. И не такой он бедный. Не переживайте. Денег у него достаточно. У него хорошая должность. А долги в Турции по-другому решаются. Не переживайте. Он просто ноет. Что у него денег нет. Все у него есть. И он их боится потерять при разводе с женой. Серьезных отношений я с ним не планирую. Конечно. Даже если он когда-то разведется. Потому что, зная всю его поддам, подноготную. И его жена, чтобы его держать, изредка делает ему подарки. В виде секса с двумя женщинами. Она плюс еще, она и плюс еще кто-то. Она думает, что так она сможет его контролировать. Типа, когда просто секс, это ничего. Но она сказала, что ни в коем случае никаких женщин, о которых она не знает. Видимо, боится, что влюбится и уйдет. Тут еще интересно, что у нас началось что-то похожее на любовь. Я человек, который хорошо себя контролирует. Но очень трудно не влюбиться в такого человека, как он. Естественно, я не дала ходу возникшему во мне чувству. И сейчас вместо любви у меня к нему очень теплые чувства влечения. Плюс дружеские чувства. Я не страдаю от сознания того, что у него другие женщины. Я даже стала переживать за него. Когда я его послала, русская жена, русская женщина, которая от него забеременела. Он грустил, что его использовали и выбросили. Я интересуюсь психологией, но не могу его диагностировать. Вроде как нарцисс. Нет, не нарцисс. Но симпатию у него все более-менее, чем в порядке. Этот экзагибиционизм, когда он хвастается мной перед друзьями, видимо, из-за низкой самооценки. Хотя кому как не ему иметь высокую самооценку. Ведь он очень умен и строим на высокое положение в обществе. И для него истерический психотип. Так ему нравится привлекать к себе внимание. В общем, расставаться я с ним не планирую. Так как мы очень хорошо вместе проводим время. И меня все устраивает. Больше, чем друг и любовник, он мне не нужен. Плюс я хорошо практикую с ним свой турецкий. Но я не могу понять в нем его проблемы психологические. Почему он себя так ведет странно. Плюс не могу понять, какая у меня роль в этом гареме. И какое у меня место. Так как у него проскальзывало много раз, что он постоянно думает обо мне. И что любит меня. Но он старается не произносить эти слова вслух. Чтобы я не привязывалась к нему и не страдала. Сама я в этом хаосе разбираться не могу. Поэтому прошу вас помочь. Плюс мой рассказ, возможно, будет полезен для наших слушательниц. Даже мужчина, который со стороны может казаться святым, может просто очень хорошо заметать следы. И вести не только двойную жизнь, а тройную и гаремную. Я потом задала девушке, собственно, что вы хотели, в каком направлении этот разбор вам нужен. Я спросила, что вас с ним держит. Она ответила, как раз я застала себя за желанием его спасти. Его раньше за мной не наблюдалось. Поэтому я очень этому удивлена. У меня такое ощущение, что такой хороший человек пропадает. Видимо, я как раз и выполняю роль в этой группе его женщин. Как та, которая его выслушает, поймет и поддержит. Спасет. Затем он мне дает то же самое. Как будто буду благодарна. Если в видео расскажете, как на это не вестись. Продолжать с ним общаться. Все равно очень хочется. Ну, чтобы на это не вестись, надо прекратить с ним общение. Им все очень просто. Вы же все даете отчеты. Мне нравится, я кайфую. Вы не воротик, который зацепился в треугольнике Карпмана и висит в нем. Но треугольник не совсем полноценный. Вы больше в роли спасателя в нем находитесь. Отчасти в роли жертвы. Потому что вы не на первых ролях, а на вторых. И вам бы тоже хотелось меняться. Но агрессии я в такой там прям не вижу. Ну, агрессия скрыта все равно, конечно, есть ревности к другим женщинам тоже. Хотя вы ее пытаетесь все равно оттолкнуть. Я не буду разбираться в этом мужчине, в его поведении. Спасать я его не намерена. Это куча проблем, ворох, куча комплексов, которые мужик пытается компенсировать разное. Он врет направо, налево, все везде. Он сам себе в первую очередь врет, не признает то, что в его жизни происходит. Поэтому у него настолько все запутанное. И эта история, я скажу ваше спасибо огромное за письмо. Потому что это полезно для других женщин. Как подкараулить своего муженька, на что обратить внимание, где он может прятать второй телефон. Но дело не в этом. Я хочу здесь зациклиться, так как вы автор письма на вашем поведении. Хочу сказать, что с вами происходит важнее. Вы невротик, который не готов отпустить свой невроз. Вы должны продолжать. Вам это нравится, вам по кайфу. Вы нашли именно... Вам понимаете, мужа на расстоянии, как вы его называете, гражданский муж-иностранец, которому все, с 4 года замуж никак выйти не можете. Это слишком лайтовый вариант. Потому что, возможно, он стал давать подвижки того, что скоро проблема решится, пандемия заканчивается, жениться придется. И вот вы нашли себе другой вариант эмоционально и сексуально в плане восполнять свою самооценку. Плюс вы еще нашли друга хорошего, собеседника, который вам вон все свои... Грязная обелишка, свое компроматик на себя вывешивает, показывает, кто владеет информацией, владеет миром, правильно? У мужика, конечно, опрометчиво это делает. Если бы вы были, например, стервой заинтересованы, его можно вообще даже вымогательством с него заниматься. Он вообще дурак полный, что это делает. Вам это все доверяет. Но не такой, скажем так, прошаренный. В эпоху технологий, что сейчас происходит, как люди могут получать, скажем так, деньги, он очень опрометчиво, глупо поступает, вводя вас в курс всего этого дела. В общем, я вам уже вначале письма сказала, остановилась, почему вы зацепились за мужа на расстоянии. И это тоже точно его копия. Это мужчина занятый, да так, занятый целым гаремом. Его оттуда никогда не вытащили. Да он уже 10 лет со своей женой разводиться не хочет. И все в таком роде. То есть для ваших страхов и комплексов это самый лакомый кусочек. Он настолько завяз в паутине вот этих отношений, что ты никогда не вылезет. А если вылезет, он вам такой не нужен для серьезных отношений. Потому что у него, вы знаете, всю подноготную, всю грязь, какой он двуличный на самом деле. Но вам, знаете, почему кажется, что такой хороший человек, такой мужик обаятельный, такой весельчак, с ним все так замечательно и хорошо, такой он классный. Ну, потому что он подпитывает ваш невроз. На самом деле у вас страх серьезных отношений, развития отношений. И вам легче держать мужчину на расстоянии, еще и подкреплять это тем, чтобы он точно стопроцентно не развелся. И кучу баб у него, это вам надежно, что он плохой. На самом деле вас это притягивает в нем, и вы готовы с ним быть, вы это и говорите. Вы мне просите волшебную пилюлю. Как остаться в невротической вот этой связи, не развивать себя, не улучшать свою жизнь, жить в неврозе, но при этом не страдать от ревности? Хоть вы ее и не признаете, но она есть. И вот эта фраза, как на это не вестись? Почему ревность есть? Потому что у меня стали появляться чувства, я их обрубила. Он мне сам говорит, ко мне не прицепляйтесь над этими страданиями, всем прочим, вам это по кайфу идет, вот этот процесс вашего, я все знаю. Я в этом уже в письме, на середине, помните, останавливалась? У вас есть ревность, и вы сейчас просто хотите влюбляться в этого человека, ваш невроз укрепляется и укореняется, поэтому у вас появляются к нему еще больше чувства, и его видите еще в лучшем свете, он такой замечательный, классный. Вы у меня не спрашивайте, как это прекратить, поэтому совета давать я вам не буду. Продолжайте эти отношения, но то, что вы влюбляетесь, то, что вы ревнуете, стараетесь это не признавать, но все равно есть ревность, пытаетесь себя в этом гареме как-то выделять, это побочные эффекты, без этого никуда, вы не можете это отрезать. Ведь здесь хорошее или плохое, и вот в вашей выбранной невротической игре вот такие последствия вам, это приходится испытывать, это никак не убрать. Это можно убрать, прервать отношения и перестать общаться с этим человеком. А одно от другого не очленяется никак, это не убирается. Лично как я его вижу, со стороны трезво, без его обаяния, как у он. Я таких мужиков кучу знаю, у моего мужа куча таких друзей, которые обаятельны, привлекательны, активны и при деньгах, и жена, и любовница, и траля-ля, и весь он такой весельчак, и на самом деле у него депрессия. Вполне. Это же поднятие своих комплексов, самооценки, эго, либиды, вся прочая история идет. И вот эта напущенная показуха, обаяние, это все игра. И, к сожалению, всю правду для себя самого он даже не может себе сказать. Это глубоко несчастный человек, который себя ведет таким образом. Но в нем я копаться не собираюсь. Хоть бы меня об этом просили, вы не можете его идентифицировать с точки зрения психологии, а я не буду это делать. Потому что в моих глазах это бессовестный, забравшийся, закомплексованный мужичок. Не мужик, мужичок. Который портит жизнь очень многим людям. Женщинам. Я понимаю прекрасно, что они сами на это соглашаются. И они делают этот выбор. Но этот выбор он тоже им предлагает. Если бы не было этого предложения, может быть, согласия не было на это. То есть я его рассматриваю под другим углом. Мне этот человек категорически неприятен. Я таких людей в жизни и мужчин, и женщин не приемлю рядом с собой. Поэтому это не веселый, харизматичный, обаятельный мужчина, который просто развел гарем. Это бессовестный человек, который ведет себя очень неправильно, некрасиво. Но если вам это по кайфу, это же ваш выбор, конечно, вы не спросили, как прекратить это отношение. Понимаете? Я заздоровую, как психолог, психику и решать проблемы. Я не могу вам давать советы, как продолжать наслаждаться в своем неврозе и отдалении своего развития. И самое, что страшное, вы боитесь отношений серьезных. Настолько вы прямо вот такого нашли себе товарища и друга, что настолько боитесь к себе подпустить в душу мужчину. Вам не о нем надо выйти по такой роли играть, типа это все поверхностно, но вы при этом тратите на него время. И я бы поняла это поверхностно, если в вашей жизни были бы серьезные отношения, или сейчас нашелся бы мужчина для серьезных отношений. Он занимает вакантное место и отодвигает вас от развития серьезных отношений для нахождения мужчины для семьи. Потому что вы этого боитесь. Вот такой мой вывод. Может быть, он вам не понравится, но я приверженец того, чтобы говорить людям правду. А нравится она вам или нет, уже вам решать, выбирать. В общем, вот такой был разбор сегодня. Если считаете, что видео полезным, оно вам понравилось, спасибо, кстати, вам за огромное записьмо подробное, что это много женщинам все рассказали, это очень действительно полезно, знать эту информацию. Ставьте лайк под видео. Я также всегда оставляю в инфобоксе свою почту, вы можете также написать письмо или записаться на психологическую консультацию ко мне. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!